В этом сложное для Украины время, я считаю, выборы у нас прошли очень даже успешно. В восточных регионах Крамов, мы понимаем эту ситуацию, там где-то были сорваны, где-то вообще не проводились, но активность, очень повышенная активность, небывалая для Украины активность в избирательном процессе здоровой части Украины, основной части, она компенсировала потери в восточных регионах. Из всех кандидатов, я думаю, избрали наилучшего. Очень эрубированный, дипломат и очень порядочный человек. Я думаю, что выборы Украины очень нормальны, и те заявления, которые он делал еще в предвыборной кампании, я думаю, их он будет придерживаться, относительно того, что он будет все принимать меры для сохранения территориальной целостности Украины, я думаю, будет реализовываться. Необходимо мобилизации внутренних сил и, в том числе, мобилизации международной общественности. Украина в таком сейчас состоянии, что если полагаться только на свои силы, очень будет затруднительно в ближайшее время это реализовать. Но мы будем работать во всех направлениях, в том числе и в Россию. Мы все-таки рассчитываем на здоровые силы России тоже. И мы знаем, что вот эта агрессия на нашу страну, со стороны соседней страны, она очень болезненно отразится и на самой России. Если это все понимают истинные патриоты этой страны, то, наверное, мы будем принимать какие-то меры для того, чтобы нейтрализовать эту ситуацию. Так что у нас и в России достаточно много союзников. Мы, разумеется, западные страны. Здесь речь идет о таком вызове мировой общественности, о таком пренебрежении, наглом нарушении всех международных правовых норм. Поэтому, если Запад не будет так реагировать, это угроза в целом в мировом порядке. Я Назарбаев вообще-то знал как довольно-таки мудрого политика, но его действия в связи с тем, что у нас случилось, просто вызвали разочарование. Я бы одним словом сказал, что это очень недальновидная политика Назарбаева. Я понимаю, под каким прессом находятся ближайшие к России страны, в том числе и Казахстане. Знаю, какие уязвимые точки есть у Казахстана. Но хотя бы исходя из этих соображений, Назарбаеву надо было быть несколько дальновидным. Потому что тот сценарий, который разыграла Россия в Крыму, вполне успешно может быть разыгран и в северных частях Казахстана тоже. Очень неумная политика, и я очень сожалею. Редактор субтитров А.Семкин